Всем огромный привет! Сегодня довольно-таки сложные погодные условия, но несмотря на это мы едем в Минск. Дорога до Минска заняла немножко больше времени, чем мы планировали. Тем не менее, мы добрались. Я вам уже много раз говорила, кому это было интересно, что у меня младший сын живёт в Минске, в районе Новой Боровой. Мы недолго побудем у него в гостях, а потом все вместе поедем в торговый центр Данамол. В прошлом году в этом центре была организована такая своеобразная Беловежская пуща. Нас встречали зубры, лисы, медведи. Некоторые разговаривали, всё было очень интересно и красиво. Я думаю, в этом году организаторы тоже нас удивят. Вам, кто давно уехал из Белоруссии и смотрит меня, присоединяйтесь, посмотрите кусочек предновогодней нашей Беларуси. Новогодняя зона находится в центральном хоре торгового центра. Чтобы туда попасть, нужно пройти мимо различных сверкающих и зазывающих различными скидками торговых точек. В этом году организаторы сделали сказочный город. Можно ходить непосредственно внутри города и снаружи. Все надписи в этом городе на белорусской мове. В центре этого сказочного города есть новогодняя красавица ёлка. Многие персонажи, которые живут или охраняют этот сказочный город, движутся. Дети были, конечно, в полном восторге, но и нам, взрослым, было посмотреть интересно. В этом городе есть свой зоомагазин. В прошлом году все сказочные персонажи были не за стеклом, и дети могли дотронуться до них, погладить. И, на мой взгляд, такое близкое общение намного интереснее. Пре всего, задумка была именно в том, что мы будем как бы заглядывать в сказочные окошки и наблюдать за тем, что же там происходит. Есть в этом городе небольшая своя швейная мастерская, но сейчас она закрыта на празднике. Здесь уже никто не работает. Сказочная кофейня ждёт своих посетителей. Дно из зданий – это вокзал, а за ним стоит и паровоз. Возле главной ёлки есть небольшие скамеечки. Можно присесть, отдохнуть и, конечно, хорошее место для фотосессий. В здании вокзала есть своя пекарня. Кто-то печёт пирожки, кто-то убирает снег и, конечно, касса, в которой можно купить билеты. Кто уезжает или встречается с этого вокзала, можно купить цветы. И в этом городе есть свой волшебный магазин цветов. А это макет маленького городка, где, скорее всего, проходит рождественская ярмарка. Сказочный паровозик. Пассажиры уже заняли свои места, и он готов их отвезти в сказочное путешествие. На весь этот сказочный город можно было подняться на этаж выше и посмотреть на всю эту красоту свысока. И в каждой башеньке, на каждом этаже тоже происходили какие-то события в этом замечательном сказочном городе. Конечно, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, если у вас есть возможность, конечно, поезжайте в это чудесное место и посмотрите на эту всю красоту. Только если будет у вас возможность, приезжайте пораньше, потому что потом очень много посетителей. И, конечно, хочется поблагодарить всех людей, которые каждый год дарят вот такой замечательный праздник. Сколько же труда здесь вложено в каждый элемент этого сказочного города. Рядышком на втором этаже магазин сладостей «Пират Мармелад». Мармелад в этом магазине различного цвета, формы лежит в таких вот больших бочках. Очень тяжело уйти из этого магазина с пустыми руками. Посмотрите, какие красивые карамельные пионы и не менее прекрасные разноцветные тюльпаны. Менее интересен и макет жилого комплекса «Минск.Мир». Можно рассмотреть уже построенные и не только проектируемые кварталы. Конечно, чтобы обойти все торговые площадки этого центра, и дня не хватит. Но меня интересует магазин «Немецкая обувь», куда я сейчас и направляюсь. В нашем городе был небольшой такой подобный магазинчик, но, к сожалению, он сейчас уже закрылся. Хочу зайти и посмотреть, насколько же эта обувь будет сейчас дороже, чем наш «Белвес» или «Марка». Если у вас есть карточка «Евроопта», то здесь будет вам небольшая скидка. Сразу обращаешь внимание вот на эту яркую сумку. Сейчас цена ее 196 рублей 70 копеек. Ботинки «Рикер», но остался только 39 размер, 350 рублей. Эти размер 38, 39, 248 рублей. Эта модель размер 38, 39, 264 рубля. Натуральная кожа, шерстяной мех. Эти ботинки женские 36 и 39 размер, 410 рублей. А вот эта модель есть все размеры, кроме 38. Ее цена 312 рублей. Модель очень легкая, практически невесомая. Подкладка – это шерстяной мех. Верх, естественно, натуральный нубок. А вот эта модель, размер 36, 37, 38, 365 рублей. Но, поверьте, обувь практически невесомая. Эта модель 38, 40 размер остался, 450 рублей. Может, кто-то не почитал описание под видео. Еще раз вам говорю. Все цены в белорусских рублях. Это Республика Беларусь. А вот эти полусапоги женские 37 и 39 размер, 310 рублей. Эти замечательные ботинки 39 и 40 размер. Их цена 355 рублей. Эти ботинки фирмы Рикер есть все размеры, кроме 36 и 41, стоят 355 рублей. Эта модель ботинок размера 36, 37, 38, 321 рубль. А в этой модели есть даже 42 размер. Эта модель 370 рублей. И еще одна модель. Ее стоимость 186 рублей. Нет, 37 размера. А в этой 37 и 38 размер, 216 рублей. Полусапожки женские. Размер 36, 37, 224 рубля. Вы не поверите, несмотря, что кажется массивная подошва, они невесомые. Эта модель только в одном размере. Ее цена 335 рублей. Эта модель 36, 37, 38 размер стоит 303 рубля. Жалко, что в нашем городе нет такого магазина и с таким ассортиментом. Я думаю, что этот магазин нашел бы своего постоянного покупателя. Ну вот, дорогие мои, такой воскресный день у меня получился. Конечно, в гостях хорошо, но пора собираться домой. Мне часто пишут в комментариях, что вы показываете такую дорогую обувь. Покажите бюджетную. Все, что я смогла найти в нашем городе, вот сейчас вставляю в это видео. Конечно, здесь все искусственная кожа, искусственный мех. И это наша барановическая фабрика обувная. Ну и как я всегда говорю, где покупать, за сколько и что, каждый решает для себя сам. А я на этом видео свое заканчиваю. Как всегда, благодарю вас за то, что вы нашли время и посмотрели мое видео. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, хороших новостей. И увидимся снова. Пока-пока.